всем привет и сегодня снова с вами я на моем канале о жизни в канаде и сегодня у нас 30 ноября последний день осени впереди нас ждет зима и мы пошли на прогулку у нас прекрасная погода такой тепленький денек правда ветрено иногда но ничего я очень надеюсь что он понравится это прогулка такая небольшая по нашему райончику так что ставьте лайки не забываем подписываться на мой канал и приятного просмотра и и и и и и и и И розочки еще цветут, и уже все украшено. Вот наша гора. Конечно, не очень красивый вид. Идут такие вот домики старенькие уже. Мы пошли гулять дальше по нашим райончикам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единственное, что нарушает немножко нашу прогулку, это ветер. Бывает его нет-нет, вообще тишина, идиллия, хорошо. А бывает попадаешь в какое-то такое место открытое, и ветер так неприятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот искусственная травка, и она всю зиму будет зелененькая. Даже когда не будет снега, вернее, а у нас практически его не бывает, то очень будет хорошо смотреться, когда у других она немножечко пожелтеет. Вот такая детская площадочка, небольшая, вот парчок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это с тыльной стороны школа мальчиков Максима и Матвея. Сейчас мы ее обойдем, и я вам покажу с той стороны. Вот школа. Мишка в эту школу проходил буквально в месяц, и потом перевелся в другую, который уже 4 года, хай-скул, полностью отходил. Но, к сожалению, из-за ковида нет, была выпускного у нас. Но у него был хороший выпускной в Берлингтоне, а здесь нет. Вот это, кстати, дорожка. Это вот вокруг школы первая, где мы с Мишкой ездили, где учила я его ездить, тормозить, трогаться, сдавать задом. Вот здесь мы с ним крушили, еще не совсем до конца построили. Еще они травку здесь делают. Здесь раньше было не такое обычное поле, да, травяное было поле. Из натуральной травы. А сейчас вот такое просили. Вот это плавание. Здесь Мишка у нас отходил, сколько, 3, 4, 3 года именно сюда, в этот пул, в этот бассейн, где и получил все свои регалии. То есть он дошел до Бронскросс, также закончил курсы первой помощи. Это обязательно при лицензии. И он у нас посадили. Для того, чтобы начать работать, ему нужно было еще два курса. Ну, там они коротенькие, там по буквально 6 или 6-8 занятий надо было сделать, для того, чтобы получить лицензию, идти работать. В том году мы хотели как раз весной это все дополучить. И ехать он хотел с рабочей визой ехать. Мы хотели на лето во Флориду, в Майами, чтобы он пробовал свои силы как спасателя. Но, тем более, Миша любит очень Майами. Но, к сожалению, этот вирус внес свои коррективы в наши желания, в наши планы, что поделать. Вот этот бассейн, он огромный. Наша школа, вот еще одна дверь. Но детки знают, вот там буковки находятся. И детки знают, кто в какую букву ходит. В Си, Эс, Ди, Джи. Помню, да, как сколько, 5 лет назад Мишку сюда привела. Мы с ним регистрировались. Еще не было никакого вируса, ничего. Мы приходили в офис и, как обычно, заполняли документы оффлайн. А в этом году, когда сюда перевелись мальчики из другой школы, то я все делала через e-mail и по телефону. Мы регистрировали, делали опросы, выбирали программы им, классы. Но, в общем, жизнь меняется. Вот как раз то, что я рассказывала. Мало того, что детки поделены все на две группы, A и B. Он поменялся. Это OP, Yorchard Park, наша школа так называется. Каждый месяц они меняются B и A местами. То есть они там по разным дням ходят. Понедельник, среда. И вторник, четверг. И пятницу они меняют. Что кто-то в пятницу ходит, кто-то в пятницу не ходит, а потом меняется. Ну, вот такая наша школа. Вот еще раз наша гора. Прям именно по этой дороге, если ехать наверх, то мы попадаем на гору. И я именно этой дорогой часто пользуюсь, потому что тут мало светофоров. И там поднимаешься красиво раз-два, и мы вот на горе. Там, кстати, вот здание. Отсюда плохо видно, но оно есть. Это первый женский институт. КОНЕЦ Вот рядом с нами такой парчок небольшой и лес. Ну, как лес. Небольшой такой лесочек, будем так говорить, посадочка. Детскую площадку переделали, реконструировали. Тут была немножко другая. Кстати, как для нас было удобнее, потому что здесь больше уже адаптировано для маленьких деток. А у нас была такая для разных возрастов, и мы приходили сюда висеть на турниках, подтягиваться. Больше нравилось, когда у нас строилась новая площадка. И здесь была большая куча всяких опилок и грязи, и мы в нем играли. И мы скидывали друг друга из этой горы и играли в король горы. А так как я был самый сильный и большой, я просто всех скидывал оттуда, брал за руку и ногу, раскачивал и выкидывал. У меня никто не мог победить. Мне было весело. Прям советский ребенок. Игры в грязи. На стройке. Ха! Вот наш кресцентик. Надеюсь, вам понравилось. Пожалуйста, как всегда, поддержите, поставьте лайк, напишите комментарий. Может быть, какие видео еще хотите. Ну и кто впервые на моем канале, конечно, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие новые видео. Пока!